Была лекция просто простых чисел, это было вполне симпатично, там разные свойства, и мы там доказали, что простых чисел видят 4n плюс 1 бесконечно много, простых чисел видят 4n плюс 3 бесконечно много, то же самое 6n плюс 1, 6n плюс 5. Отлично. Дальше была лекция, где я просто рассказывал о том, что такое логарифм, что такое экспонент. Ну, без этого никак, потому что просто часто в теориях чисел используют, ну и не только теории чисел, вообще неизменно, эти функции используют очень часто. Дальше. В прошлый раз мы с вами разобрались, с чем? С пускулатом Бетрановым. Доказали, что каждое следующее простое число меньше удвоенного предыдущего. Отлично. Поскольку у нас есть желание все-таки разобраться с теоремой Дерихлея о простых числах в альфематической прогрессии. Ребята, а если нам это удастся, это будет великое достижение, потому что редко когда удается школьникам это действительно красиво, замечательно, как бы сказать, да? Так вот, чтобы это нам действительно удалось, нужно на самом деле следующее. Ну, во-первых, нужно как-то уметь работать с рядами бесконечными. Ну, это, хоть и трудно, но можно было не понять, но нужно обязательно знать комплексные числи. Потому что вот для простых ситуаций, для ситуаций именно 4n плюс 1, 4n плюс 3, там удается обойти бесконечные числи. Как только чуть-чуть сложнее, так обязательно нужно знать, даже не просто комплексные числа, а нужно знать, что такое корни из единиц. Вот это важное понятие корней из единиц. Ребята, это такие числа, которые в какой-то степени равны единице. Это комплексные числа. Так вот, и нужно знать, что такое характер по муру. Характер по муру. Вот, ну, вот, в общем-то, такие серьезные представления из теории чисел. А дальше у меня возникла следующая мысль. Господа, если я хочу действительно обучить вас тому, что такое корень из единицы и что такое характер, то, наверное, разумно, если я начну с того, что сегодня хорошенько объясню, что такое и, и хорошенько объясню не просто, что такое характер, а что такое квадратичный характер. Дело в том, что, оказывается, бывает ситуация вполне себе нетривиальная, когда у нас даже не просто, не любые корни из единицы, а только два числа. Плюс один и минус один. И этого все равно хватает для того, чтобы ситуация была интересной. Соответственно, вот это вот я пытаюсь объяснить, как эта лекция более-менее в общую последовательность лекции ложится. А, соответственно, сейчас объявляется тема сегодняшнего занятия. Квадратичные вычеты и вычеты. Квадратичный закон заявления.